Привет-привет, здрасте и спасибо, что зашли. Сегодня с вами Макс и мы будем издеваться над следующими старыми железками и новой системой. Это macOS 11 Big Sur, это Mac Pro 3.1 2008 года и это видеокарты GeForce GTX 680. Потестируем бенчмарками Heaven, Geekbench и GLV, прогоним тесты, посмотрим, что она покажет. Чтобы эта теста была соблюдена, я сделал скриншоты заранее, чтобы не было влияния захвата видео в момент тестов, потому что в прошлый раз, когда я тестировал Rx 580, тесты все показали в попугаях, результаты ниже примерно на процентов 10, а то и больше. Поэтому будем сравнивать то, что сейчас они покажут. Надо показать, что графический чип работает, что ускорение есть, что он до сих пор живой, что старушка девятилетняя, 9 лет кепперскому чипу. Поправьте мне, если я не прав. В общем, поехали. Heaven. Ну, поехали. Heaven пошел. Опять же, Extreme. Сам максимальный профиль. Подглядим, что он покажет. И начнем. Я пока попью чайку, а вы это все, скорее всего, перемотаете до самого конца. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Получаем, что средний фпс соответственно на десяточку почти выше, на восемь, и примерно на 20, стало хуже, чем на 30, точнее ему там прибавить будет лучше, так что, да, трёх, конечно, страдайте с аксессоров, ладно. Теперь посмотрим, менее затратный для процессора тест, JRV, классический, тот самый тест, которому появится давно и который, так смотрите, пожалуйста, вот у нас полностью рабочий наш чип, ну что, я там загрузил, всё, что хотел. OpenGL, ну вот наш процессор, точнее их два, ну их даже два не спасают, увы. Metal, поддержка есть, дальше, 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 начинаем тесты. Как обычно, мульти-сэмпл, нинзотропия у нас на максимум, используем DIM, HRS. И вот так, и поехали. Самый, наверное, быстрый тест. Самый, наверное, ну, Хэл, конечно, поинтереснее, там еще посмотреть, но он очень длинный. Здесь, в принципе, быстро и что-то кружится. Отличие от скучного гибель. Вот он уже, в принципе, нашел концу. Так, смотрим, что у нас там было в случае без захвата. Ну, чуть-чуть ниже буквально, хотя в целом-то, ну, на пару FPS. Хорошо. Так, и следующий у нас Geekbench. Ну, четыре я не буду сейчас пробовать, потому что, в прошлый раз он у меня просто отключил запись. Не знаю, что случилось. По-моему, пятый. Так, закроем предыдущие инстансы. Откроем заодно. Компьютейл, пенсильного, в основном, не будет. Ну, что делать, потом метал сразу же. Сразу говорит, что пятый Geek с нивидерской графикой, старый. У него там есть микроинструкции, которые этой самой. Графика не поддержит, потому что сразу там будет ошибочка увидеть. Ну, радуй, что Geekbench до сих пор еще жив, в принципе, поэтому это дает какую-то жизнь старым Mac, старым iMac, Mac Pro, 3D в том числе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...